Девушки отдыхают Девушки отдыхают «Где что видите» Здрасьте Здравствуйте Здрасьте Здравствуйте Здрасьте еще раз Ну что, я представлю? Это Захар, я знаю Вы обижайтесь, но мне Ввиду того, что делать нечего Я отслеживаю за вами По телевидению Это Захар Это мне представлять не надо. А это все? То Марточка. А это наша потерпевшая сторона. Мы нас вместе с ней расстреливали. Слушайте, а вот интересная эта история. Как-то может быть контакт у человека, чтобы отблагодарить его. А, там у парня? В Ясиновке он живет. Вот поселок. Сколько тут минут? Может быть, телефон. Я могу с ним позвониться сейчас. Сейчас я с ним позвоню. Рассказывайте ваши проблемы. Пожалуйста, это даже не обсуждается. И историю, которой я настаивала на том, что ее нужно довести до людей. Это 0,95. Нет, это не мой подвиг. 119. Его зовут Артем. Я с ним разговаривала. Он сказал и расскажет, и все, все, все. Что подскажет, и как его бросили. И кинули, его назначили. Сказали, или вторая. А у него вот так нет ноги. Протез. И ему сказали, либо вторая ногу, либо третья пожизненная. И у него выхода никакого. Говорит, Лена, у меня не было. Я, говорит, сказал, давай третья. Потому что забегали, говорит. За 15 лет собери документы о стаже. Сегодня с места жительства справку привези. Завтра привези справку с... Вот он до нового года все это делал. Это еще украинская глава МСЭК. Так же и в России, матушка. И у вас, да. Да, очень сложно. Сейчас МСЭК ДНР еще нет. Марта следит за этим. Но она вообще планирует после вот этих поминалок всех. 19 августа. Обращайтесь. Сформулируйте конкретную просьбу. И я постараюсь. Ну, ну... В Минздраве или как там. Да, она хочет в Минздрав попасть. Потому что никаких этих нет. Ну, я не знаю. Вот с чем меня оставили. Ну, крутя, хорош. В смысле? Для протезирования. Ну, а он так и говорил, что, говорит, я мог оставить коленку. Марти рассказывал. Но, говорит, потом подумал, что как ее... Перед протезированием пришлось бы отрезать ее. Не получалось никак. А как? Ну, а вот это вот все. Все вот это было. Все это было разворочено. Вот тут все торчали осколки. Тут все было в осколках. Печень и осколок. Ну, в общем, сказка. Песня. Торговали с дочерью до последнего дня хлеб. До последней секунды хлебом. Люди повылезли из подвалов. И машинами хлеб. И мы хлеб, хлеб, хлеб. В итоге закрылись. И вот тут вот возле стадиона «Авангард» у нас там даже висит венок, фотография. Девочка погибла. Ну, я как ее видела, ее лицо было вверх. Вверх, а туловище все. Вот ее вот так развернуло. На выходе в магазин мужчина, половинка его лежала. Это вот когда меня выносили. Я в сознании была. А как, что случилось? Она видела. Она видела. И Артем, этот мужчина посторонний. Мы его знать не знали. Мы зашли мороженое купить с дочерью. Праздник все-таки спас. Мы зашли купить с ней мороженое. Выбрали мороженое. И вот такое вот. Я не знаю, как я. Подпрыгнула, не подпрыгнула. Я пришла в себя, что я лежу. И рукой это держу ногу. Свою. Оно все. А этот мужчина, она, Лера стоит, а он смотрит. А смотрит. Ой, а что это? А он ее с собой накрыл. Ложись. А мне, закрывай лицо. Лицо прячь. Прячь лицо на меня. Ну как я, чем я там, что я там. В общем, по вторую отхватила. По полной программе. Вторую ногу. Кинулись скорую вызывать. Вызываем скорую. Связи не было. То, что связи не было. А их было два. Обстрела два было. Нас два раза стреляли. Потом уже позже сказали, что были эти маячки на этом месте. Там круглосуточный магазинчик. Ночью и таксисты. И вот смена на завод идет. Железнодорожный вокзал. Кофе пьют там. Ну, такое вот. Вот. Кинулись скорую. Мы не выезжаем в места. Боевых действий. Так девочки она и она. У этой осколок в ноге торчал. И она по трассе вот так вот встала. И останавливали машину. Кто-то объехал. Нашелся. Один садбородный холмальчик. Забрал этого дядечку. Ну, меня когда выносили из магазина из этого. Так, за халат. Не было медицины никакой. За халат. Я ногу эту держала. Он ее так подкидывал. Она же болтается. Оно больно. В эту машину иномарка. Мужчина какой-то. Я и не знаю даже. Я и не помню ничего. До 3-5 нас довезли. Там скорая стояла. Артема туда грузили. Одна. Мне укол сделали. И вот ничего. Все. Я уже потеряла сознание. Уже все отключилось полностью. Ну, судя по документам, там привезли к клинической смерти. Поэтому такое, сколько мы, я не знаю, на минуту. У нее вытащили осколок, одели лангетку. Ходила, ходила, лечили, лечили. Болит, болит. Нога ненормально. Надо снимать. К доктору. Доктор посмотрел. Стационар. Заняли денег. Сделали операцию. Второй осколок вытащили. И вот сейчас у нее что-то ненормально с ногой. После этих праздников запишемся на УЗИ. Уже говорит, УЗИ давайте сделаем. Обычные лент хорошие достаточно. Это я не знаю, зачем УЗИ. Ну, сказал УЗИ. Это у меня утосколок. А? Это невропатолог. Да там что-то они мудрят. Что-то... Вот она беспокоит ее. Она не обуться не может. В училище ходить. И звоните потихонечку. Вот сейчас кончатся праздники. Да, вот эти же праздники. Вот они, осколки. Памятные наши. Сейчас я покажу. Мы... Раз это, Лер, я чуть-чуть... Мои не оставили. А мне мои не дали. Он сказал, из живота вытащили, сняли слой, говорит. Кинул, говорит. Если кому нужны осколки, у меня их... Не-не-не, это... Ну, я имею в виду, ребята... Да? Да, это у нее были. А моих не отдал мне, доктор не отдал. Вот 18 лет, не знаю. Вот такое вот у нас. Ну, ей на память отдали. А мне ничего не отдали. Мне сказали, жизни радуйся. Ну, радуемся. Никому не нужны. Никому. Никому. Совершенно. Отлежали в валюту. Нужны, нужны. Нужны, конечно. Евгений Николаевич, он же Захар Средепин, согласен. Обратите ваши расходы. Я очень благодарна. А это дорогого. Ваши расходы на... Это дорогого стоит. Начинайте эти хлопоты о том, чтобы... Что оплата будет, деньги уже есть. Не теряйте время. Машину будем искать, чтобы меня туда отправить. Куда? Где она находится? В общем, сколько это будет стоить? Ну, все нормально. Вы через Сергея решаете все вопросы, он вам поможет. Я буду и организационно помогать, и финансово. Спасибо вам большое. Давай, побежали. Артем. А вот. Ну да. Вот самар. Да. Ну, мы приехали, мы в ближайшие продукты, возьмем. Ну, конечно, ну а как же? Не страшно. Ну, выйдет сейчас давай, сейчас. А вас у меня у вас? Пока там один. Меня Таня. А вы в каком родстве? Это мой муж. Это мой муж. Не думай, более, это мой муж. Сейчас мы его. Один лиц, да? Дай там этот фрукзок, продуктовый набор. Ну, ладно, мы туда отдадим, да? Не надо, он выйдет сейчас. Он выйдет, да, сейчас. Ну, пойди, да, сейчас. Ну, пойди, да, сейчас. Мы просто, мы частные лица, мы просто приехали на вас посмотреть. Вот, держите. Спасибо большое. Давайте. Сможете? Да, девочка. Спасибо, ребят, да, в ролике, спасибо. Вам спасибо. Вот подарочки. Спасибо большое. Там пакет еще во дворе. Да ладно, что вы плачете-то, господи. Ну, какой красивый. Ну, что, в чем к моему, мы еще ровненько все. Молодец, Коль. Блин, блин. 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 Ну, как, на автомате? В смысле? Как бы, не знаю даже. Наверное, на автомате. Не, не ослышлено. Я не слышал, ничего не видел. А вот как? Таких бы побольше. Да, ну, сильно он рядом совсем, вот, это, град был, и, ну, метров шесть. Ну, я не видел, не слышал, ничего. Ну, ладно. Пишите, звоните. Спасибо. Доброго дня. Пишите, звоните. Пишите, звоните. Пишите, звоните. Пишите, звоните. Пишите, звоните.